День Победы День Победы Более 400 человек ушли на фронт и не все вернулись. Мы их чтим и будем чтить память. Нет ни одной семьи, я думаю, у нас в стране, которая бы не затронула эта война. Есть память и она будет вечно жить в наших сердцах. В продолжении мероприятия выступила хоровая капелла с вокальным и творческими номерами «Журавли», «Караик Мэг» и «День Победы». После торжественной части участники мероприятия перешли к мемориальной доске памяти. Возле мемориала с речью выступил первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. После этого участники возложили корзины цветов к мемориалу. Я приехала из Башкирии, из города Салаватов. Вот уже пятый год являюсь студенткой Казанского федерального университета. И День Победы это не просто дата, а действительно праздник, который объединяет все поколения. И поэтому именно сегодня, даже несмотря на такую погоду, все студенты нашего университета пришли почтить память тому совершенному подвигу, который был совершен 79 лет назад. Великая Отечественная война затронула также мою семью. И 79 лет назад точно так же сражался мой прадед. И он дошел до Берлина. Я считаю, что важно в наши дни помнить тот подвиг, который совершил наш народ и который освободил от фашизма несколько государств, несколько стран. Это очень важно. И проводить такие мероприятия тоже очень ценно для нашего государства. В Елабужском институте Казанского федерального университета также прошел ряд мероприятий, посвященных годовщине Победы. День начался с митинга памяти, на котором вспомнили преподаватели института воевавших на фронте. Таких героев в учебном заведении в разное время работало более 40 человек. Театрально-музыкальная постановка под названием «Они ковали Победу» рассказала зрителям о судьбе юных ребят из Уральской деревни, которым в 20 лет довелось встать с оружием в руках на защиту своей Родины. Череда мероприятий завершилась акцией «Бессмертный полк», в которой приняли участие преподаватели и учащиеся Елабужского института, а также ветераны и гости праздника. Сегодняшний спектакль был не исключением. То есть тоже проникаешься историей персонажей, проникаешься каждой личностью. И тоже не смогла сдержать слез очень трогательно. И очень важно помнить об этом, не забывать, ценить, для чего это все-таки было. У всех у нас, наверное, есть такие родственники, которые воевали. И этот праздник для нас всегда дорог и почитаем. Поэтому поздравляю всех, кто сейчас здесь присутствует. Желаю вам всем добра, удачи. В Набережно-Челнинском институте также состоялось мероприятие, посвященное 79-й годовщине Великой Победы. Начались они у мемориала «Родина-Мать». Преподаватели и сотрудники института возложили цветы к вечному огню и почтили память павших героев города Набережной Челны минутой молчания. В 2017 году рядом с инжиниринговым центром была заложена Аллея Славы. Каждое дерево именное. Причем больше половины деревьев были посажены ветеранами Великой Отечественной войны и их родными. В истории современной России 9 мая радостный, важный, одновременно трогательный и торжественный праздник. День Победы отмечают как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Основные традиции праздника – возложение цветов к вечному огню или мемориалам, минута молчания, парад, шествие акций «Бессмертный пол» и вечерний салют. День Победы в Великой Отечественной войне – это не только историческая дата, а напоминание о цене, которую заплатил российский народ за мир и общественный прогресс. Дмитрий Ушанкин, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Николай Асуховский, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Ахмаджон Оев, Ильшат Хусаенов. Универ Новости. Субтитры создавал DimaTorzok